Вы понимаете, что доплатчики готовились, поэтому как раз во-вторых, вот за этим столом сегодня не рабочие, которые очень жестко смотрят и тогда регулируют, а как раз не рабочие. Но это вот сегодня праздник интеллигенции научной. Поэтому по половине времени мы выбрали, но я думаю, вы нас простите, потому что действительно очень большой материал, хотелось его довести и донести. Ну и теперь для тех, все остальные тоже могут выступить. Короче, время даже для этого осталось. Несмотря на то, что сколько это было взято. Да, пожалуйста. Кудрец Владимир Михайлович, пенсионер. Это все? А то, что вы представитель? Представитель Российского комитета рабочих в Европе. Значит, вопрос увеличения пенсионного возраста, ну, впрямую касается всей деятельности Российского комитета рабочих вообще-то. Все, что мы делали до сих пор, это все увязано. И вот апогей, так сказать, лицемерие нашего федерального руководства, это вот увеличение пенсионного возраста. Ну, у меня нет, ну, касается, потому что у меня сыновья там, дети, внуки, они тоже на пенсию пойдут, когда они платят. Вот. Значит, ну, что вы? С моей точки зрения, вот цифры тут все интересные, конечно, все правильно. С моей точки зрения, ситуация другая. Она более злая такая, более лицемерная. Значит, наши буржуи получили в огромном количестве квалифицированную рабочую силу. В огромном количестве. Такого не было нигде в мире. Вот. И что они сделали? Они резко начали экономить, они уничтожили всю систему подготовки кадров. Под корень. Ну, не все. Вот, вузов наделали, там, всяких смешных, там, что угодно, то есть лицемерить. Надо, у нас образование растет, вот у нас тут это, ой, у меня племянница закончила, я забыл, какой институт. Я начал спрашивать, что у тебя за профессия, я так и не понял, что у тебя за профессия. Чем она должна заниматься, чем она может заниматься, не понял. Но диплом во высшем образовании она получила. Вот, а дошли, был момент, когда у нас во всей стране было два ПТУ, которые готовили людей на механобработку. Вот на механобработку, на Урале было, значит, было ПТУ, и у нас вот в Арзамасе. Все, вот во всей стране сейчас говорят, начинает возрождать этот длительный процесс, что такое сделать хорошего расточника. Хороший расточник – это три года ПТУ, и потом лет пять на заводе. Тогда вот он, он расточник становится. Никуда ты этого не денешься. Вот, и вот это вот пожелание, что человек будет работу выполнять, рутинная. Что такое рутинная работа? Точить детали, вот Константин Александрович у нас, точил детали на марш-заводе. Это рутинная работа или нет? Это рутинная работа, он делал штуки. Творчество, есть элемент творчества, но мизерный. А так, это рутинная, это тяжелая, лудная работа. И к этому, кстати, стать тоже надо уметь приспособиться и вот в этой рутинной работе тоже находить, так сказать, элементы интересные для тебя. Вот, именно по-человечески интересные. Значит, что сегодня? Сегодня у них кадров нет. Они видят, что последние подготовленные в Советском Союзе, при советской власти, значит, квалифицированные люди, ну, проработают еще в нынешнем условиях пять, ну, десять лет. Вот, все, край. Значит, что, надо на пять лет прибавить, а женщинам он еще и на восемь. Ну, на пять. Вот. Ну, это явный, так сказать, трюк. Был сделан для Владимира Владимировича какой-то он хороший. Он раз в три года женщинам скостил. Ай-яй-яй, вот оно счастье. Вот, то есть, я думаю, что главное как раз то, что кадров нет, готовить надо деньги тратить, а может еще там лет 15 проживем, а там кто его знает, что будет. Вот, я думаю, такой вариант. Вот, хотя, есть предприятия, сейчас появились предприятия в стране, на которых, так сказать, восстанавливают подготовку кадров. Это есть, это бесконечно. Опять, пробужуазия, Капрадорский, национальная. Национальная, все равно об этом как-то задумывается. Вот. Так, что я хотел углавлять. Да, профсоюзы. Что профсоюзы должны делать вот сегодня? Значит, мы большинство вопросов на Российском комитете рабочих, конечно, рассмотрели. Вот. Значит, по поводу продолжительности жизни. Я не знаю, учитывает это наука или нет, есть такой элемент, который называется востребованность человека. Вот, интересен он кому-нибудь или нет. Вот, если человек не видит впереди для себя ничего, он долго жить не будет, он не проживет. Я вот сейчас ленту провожу в Воскресенском районе, отороп берет, что там творится. Ребятишки, 18 лет, 19 лет, они заканчивают ПТУ. У меня сосед преподаватель в ПТУ. Ну, там не ПТУ, там как-то по-другому называется. Вроде даже технику. Значит, он говорит, я им начинаю толковать, они смотрят на меня в стеклянную глазу. Он говорит, и зачем ты нам это рассказываешь? Ну, как, ребята, мы уже грамотными должны быть. А зачем? А кому мы нужны? Как думаете, вот как долго они проживут? Думаю, что очень недолго. Соседи, двое ребят, закончили эту технику. Они безработные. Они охранников проработали. Один проработал 4 месяца, другой проработал 7 месяцев. Все. Эти килограммы закрылись. Ребята свободны. Нет возможности. Как мне сказал начальник следственного отдела, я когда к ней пришел, значит, она говорит, а у нас работать только в милиции и в торговле. И в милиции, администрации и торговле. Все, нет места для работы. О чем тогда говорить? И говорить, что сейчас в стране работать некому? Я так полагаю, что в районах области рабочей силы прорва неиспользованной. Убили предприятия. Ну, у меня родители из Ветлужского района. Я знаю, что фабрику, два лесопонхоза и фериал завода имени Ульянова убили просто в ноль. Все, люди работали, люди были заняты. Я не говорю, там, по мелочи, типа витровода, там, это, так сказать, мелкое дело. И сельское хозяйство убили тоже. И поэтому говорить о том, что... А, вот, в связи с этим. Вот наша работа, Российский комитет рабочих, работа профсоюзов на сохранение отечественного производства, это очень важное направление, которое прекращать нельзя ни в коем случае. Это, вот, очень важное направление. Это и, так сказать, для людей, для рабочих, для работников, вот, и для страны. Не будет рабочего класса, будущего у страны не будет. Будущее в руках рабочих. Вот, значит, сохранение отечественного производства, это раз. На предприятиях, профсоюзы, сегодня, что могут делать? Значит, в Кликенном договоре есть два очень серьезных раздела. Значит, охрана труда и, как по медицинским делам, сохранение здоровья, как-то так вот у нас было написано. Профилактика, профилактика. Нет, 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 раздел, раздел Кул договора, значит, по охране труда это одно, техника безопасности, охрана труда, введение, так сказать, безопасных условий и так далее. Вот, и сохранение здоровья, это вот как раз медосмотры, значит, эти самые прививки, ну и так далее. Вот эти вопросы, значит, очень важно. Вот у нас на заводе, когда монетизацию проводили, значит, по вредным условиям, значит, то, что, дорогие, берите деньги, вместо спецжиров, аппетитных содержащих и так далее, вот берите деньги и сами валяйте, неправильно, да. Мы провели работы, у нас люди отказались от этого, получили питание, получили продукты, все как положено. Вот, значит, следующий момент, аттестация рабочих мест на условия труда, значит, обязательно забивать везде в Кул договоре любые соглашения по охране труда, значит, присутствие в комиссии, значит, по аттестации рабочих мест представителя профсоюза и инспектора профсоюза. Обязательно, потому что сейчас это передано, неизвестно какие руки, они фактически ни за что не отвечают, и они им напишут все, что угодно. Сейчас резкое сокращение рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. Почему? Невыгодно. Во-первых, надо платить людям, так, а вредными условиями еще на пенсию раньше, вот, и как угодно за эти вредные условия надо будет отчитываться, все равно какой-никакой спрос есть, а спрос главный должен быть, именно у профсоюзной организации. Значит, мы, заключение, наверное, профсоюзной организации, говорят, как тут сказали, что доброго дядю ждут, не ждут доброго дядю в профсоюзных организациях рабочих. Рабочие говорят, мы тебя выбрали, вот и поши. А, вот давай, работай, мы тебя выбрали. Есть такие, а там, кстати, элемент потребительства, это, ну, это из нашего советского прошлого, к великому сожалению. И надо много работать для того, чтобы изменить эту психологию. Все, спасибо. Мы, когда вот я начинаю с кем-то разговор, мне говорят, ты кто? Говорю, рабочая партия России. Говорят, вы про что? Вот я объясняю про что в четырех предложениях. Когда вот сразу начинается, потому что половину человека понимает, а где-то вот он и хочет поковыряться, он начинает ковыряться. Поэтому в четырех предложениях мы организовываем профсоюзы для того, чтобы организовать забасткомы, забасткомы в советы, советы как советская власть. Все, вот начинать человек ковыряться, сразу понятно. Если вы вот так начнете, либо с вами сразу согласятся, либо будут задавать вопрос. Вот. А значит дальше, что хотел спросить. Получается, что у нас очень большое научное обоснование того, что нам нужно повысить заработную плату и снизить продолжительность рабочего дня. А снизить продолжительность рабочего дня без повышения зарплаты невозможно. Потому что человек, если ему не хватает на жилье, мы ему добьемся снижения зарплат, он пойдет работать еще в другое место. Либо он будет здесь дорабатывать, либо в другом месте будет. То есть, получается, все-таки основное, то, что человека, чем можно человека дернуть, это сказать, что нам нужно биться за то, чтобы у нас зарплата была очень высокая. А здесь, дальше вот из этого возникает что? прозвучала такая фраза, что российский рабочий, он один из самых выгодных в мире. Ну, я помню, мы все помним, как капиталисты рвались в Китай, чтобы там организовывать производство. Мы в России вот этого не наблюдаем сейчас. Следующий вопрос. Сказали, что в России дефицит рабочих. Я вот из Самары приезжаю, я знаю, что есть вот два завода, которые один обанкротили сейчас, а второй уничтожается сейчас. Это большие заводы. Причем еще плюс два завода, там планируются большие сокращения. Я не знаю, это больше десяти тысяч рабочих, которых надо куда-то устроить. Я не знаю, куда они рассредоточатся по Самаре. Ситуация такая. Вот в Самаре завод Тарасова. Там прямо на территории завода уже сейчас строятся жилые корпуса. То есть завод близко к Волге, хорошая транспортная развязка на территории города. Этот завод как завод не нужен. То есть он не выгоден. Его проще вот продать, построить торговый центр и продать как... Уточнить, пожалуйста, кому не выгоден. Может подумаешь, что и рабочим, и стране не выгоден. Как они и разумеют, и землю не выгоден. Владельцам. Владельцам. Владельцам не выгоден. Компараторским. Получается, вот тут следующий вопрос хотел сказать, что вот прибавка пенсионного возраста, она на самом деле проблему кадров, она не решает. Она решает проблему без... Ну, она увеличивает безработицу. А вот проблему кадров она не решает, потому что человек, если у него есть рабочее место, вот на прогрессе, ни один, вот в Самаре, ни один работающий пенсионер сам не уйдет, пока его не выпинут. Потому что ему нужна зарплата плюс к пенсии. Он не уйдет. Нету проблемы, чтобы пенсионеры работали. Вот этой проблемы нету в стране. В стране есть проблема, я не знаю, то есть это вот созданная искусственная ситуация, когда люди, которые не могут физически работать, их заставляют сейчас на данный момент работать. Потому что если человек может работать, и у него есть работа, если он на своем рабочем месте, он сам не уходит. Получается, вывод один, который здесь прозвучал, что да, наша промышленность, она вот нужна самим рабочим. Она капиталистам, она вот совсем не нужна. И они лучше торговый центр построят, они лучше построят, дома продадут. То есть все, я не знаю, они управляются этим не умеют. Но получается ситуация такая, что вот по факту, по материи мы не видим, что к нам сюда прут с инвестициями. Вот вы если помните, как сильно рвались в Китай, чтобы организовать там производство. Ведь они же рисковали бешено. То есть коммунистический Китай, как же так? К нам, я что-то не вижу, чтобы вот к нам прям оторвались, открывали заводы, открывали, открывали, открывали. Китай, нет нефти. Как вы предлагаете по ней зарплату? Я пытаюсь понять. Я пытаюсь перефразировать вопрос. Я пытаюсь перефразировать вопрос. Китай зарплата вышла уже? На всех больших предприятиях, профсоюзы есть. Люди в них не верят. И что-то менять, нужно приходить с новыми мыслями, с новыми идеями, с новыми предложениями. И когда к человеку приходишь и говоришь, давай мы сейчас начнем организовывать работу. Первое, что мне говорят, у меня дети, мне их надо кормить. Я бы хотел услышать здесь решение вот этой проблемы. То есть, что мне сказать человеку, как его защитить вот в данную секунду. Потому что я прихожу на заводе, например, там 15 тысяч человек. Но первого, который вот начнет и скажет, да, я готов. Вот этого первого не видно. Вот вопрос именно в том, что вот как человека сподвигнуть, как может быть найти, я не знаю, может быть методы каких-то органайзеров там западных применять. То есть, как они ищут кого-то, вот выдергивают. У них как-то это получалось раньше. Спасибо большое. Ну, я думаю, что вопросы прозвучавшие, это вопросы для российского комитета рабочих непосредственно. Да, Владимир Михайлович сказал о том, что мы проходили. Это кто-то проходил, а тот вот пришел первый раз. Для него эти вопросы возникают, поэтому наша работа не должна прерываться. Во-вторых, мы к этим вопросам, как и вчера, Владимир Михайлович, надо еще и возвращаться. У нас счет новой постановки. Поэтому это скорее к завтрашнему дню. Да? Ну, вот тоже интересно, значит, вот для чего нужно. Вот было сказано, для чего нужна пенсионная реформа, а вот чтобы увеличить, еще и безработица тоже. Что, опять-то сдавить рабочий класс, да, чтобы опять поняли зарплату. Это, ну, в условиях того, что вообще по потребности, по идее, у нас дефицит рабочих. По идее, для того, чтобы разведуть производство, для подъема производства, у нас дефицит. Но поскольку они в подъеме, они заинтересованы, а в том, чтобы получить прибыль и бойцы ноль. Тогда нужно еще и в даже таких условиях создать дополнительную безработицу, чтобы еще сбить зарплату. Поэтому, да. То есть, короче говоря, то, что они делают, это, конечно, беда. А вот наша задача, а что мы-то должны делать? Вот об этом идет речь. Горгушкин Сергей Александрович, город Электросталь, электромонтер. Но я хотел что-то добавить и что-то спросить по предыдущим докладам. Вот к выступлению товарища Кудрявцева хотел добавить еще по поводу уничтожения профессионального образования. Вот у нас город Электросталь был единственный технический вуз государственный, филиал Московского института стали и сплавов, который я заканчивал в 2008 году. Это был последний год, когда обучали специалистов 5 лет. После этого стали обучать бакалавров и магистров. А сейчас я буквально недавно заходил туда, и сейчас это уже не филиал Московского института стали и сплавов, это уже филиал ОКПБ и института МАМИ, пожиже. Уже половины там специальностей нет. Про металлургию и вообще про стали и сплавы там только одна специальность металлургия, второе управление процессом металлургическом производстве. И на новый учебный год набрано две группы по 15 или по 1000 человек вечерников. А дневников пришло 6 человек. Им сказали, ну, ребят, дневное отделение ради 6 человек никто не будет открывать, поэтому езжайте в Москву. И в 2018-2019 году будут обучаться только две группы вечерников по каким-то таким специальностям далеким. А напоминаю, что город Электросталь, промышленный город, там градообразующее предприятие, завод Электросталь, где порядка 4000 человек работает, выпускает специальные стали и сплавы для ракетной промышленности, оборонной промышленности. А институт единственный, который готовил специалистов, он больше не готовит. Кто будет готовить, как бы это вопрос большой. Вот, по поводу, у Алика Анатольевича хотел спросить, по поводу нехватки рабочих вы начали вступление, говорили. Вот, на примере нашего предприятия, я работаю в предприятии ФСКС, там предприятие, ну, по всей стране, оно занимается передачей электрической энергии. И вот данные о численности персонала у меня есть, в 2017 году 21 800 человек работало, а вот в 2013 работало 25 100 человек и планомерно снижалось. То есть, с 2013-2018 год где-то порядка 3200 человек сократилась численность персонала. Также я был, ну, точных данных у меня нет, но я вот общался с тепловыми сетями, с работниками тепловых сетей, таких городов, как Электросталь, Балаши, Холобня. Вот, и там такая же тенденция, то есть, ну, во-первых, тенденция то, что их приватизируют, эти тепловые сети, и численность персонала также там сокращается. Вот, на котельных должно быть 4 электрика, там 2. Причем один из них пенсионер, а один это какой-то молодой студент, которому некуда податься. И в основном, кстати, там в тепловых сетях, в тепловых сетях люди работают предпенсионного-пенсионного возраста, которые они не готовы и не в состоянии какую-то активную борьбу вести. И зарплата там очень низкая. И вот много где предприятий, от которых слышно, что количество работников сокращается, при этом производительность туда увеличивается. У нас за год, не помню точный период, но что год или три года, производительность туда, согласно отчету, годового увеличилась на 55%, а вот за три года количество работников сократилось. То есть, ну, есть мнение, что… На 50-50 тоже на 55 сократилось? Нет, производительность туда на 55% выросла, а качество… А что сократилось на 55? Не на 55, ну, проценты надо считать на 3 тысячи… Да, я шучу просто. …10 человек. То есть, ну, есть мнение, что производительность туда растет, и увольняют людей, экономят на зарплате, а оставшиеся люди, ну, те же темпы производительности, в общем, и делают. Сильнее эксплуатируются. Да, сильнее эксплуатируются. Вот. И вот по поводу нехватки рабочих, я вот не совсем понял, что вы имели в виду. То есть, их, наоборот, сокращают. Ну, я с разрешением Александра Владимировича отвечу все-таки потом, да? Потому что как-то доставлять на завтра, он забудется и… Не, ну, выступление-то не закончилось еще, поэтому я все хочу спросить. А вот, по поводу… Ну, тогда лучше отвечать сразу. Ну, кратко. Ну, если кратко, можно. Нет, нет, ну, вы сейчас выставите и скажу, спокойно. Давайте все. Неудобно вдвоем стоять. По поводу выступления Дениса Борисовича. Вот, по поводу травматизма хотел сказать. У нас данные входят, как бы, по всей отрасли, по всей стране. И действительно, травматизм, ну, электротравматизм, не только на нашем предприятии, на энергетических предприятиях, на производственных предприятиях электротравматизм, он достаточно большой. И статистика, в принципе, такая, что вот как раз именно молодежь подвержена этому, которая работает меньше года. И люди, которые, наоборот, долго работают, то есть, там, 10-15 лет, вот, это те категории, которые больше всего подвержены травматизму, ну, молодежь, соответственно, из-за неопытности. А те, которые, наоборот, долго работают, они подтвержены этому из-за того, что, ну, считают уже себя опытными и не воспринимают эту опасность электрического тока. Ну, вот, например, по травматизму молодежи, первый год они не имеют права самостоятельных действий, то есть, любые действия, они должны вместе с каким-то... с каким-то более опытным сотрудником производиться. То есть, вот это такое действие, которое направлено на исключение травматизма именно молодых сотрудников. Также вот, Денис Борисович Гаеву... А вопрос в чем? А вопрос... Ну, это я в дополнение к вашему докладу. А вопрос в том, вот вы говорили, бороться профсоюзом за медицинское обслуживание, но в форме увеличения зарплаты работников. А не будет ли это слесообразно бороться профсоюзом за получение именно качественного медицинского обслуживания в форме договоров о довольном медицинском страховании? То есть, обязывать работодателя заключать договор о довольном медицинском страховании, потому что у нас сейчас медицина, ну, в общем-то, бесплатная, она не очень хорошо работает, и, ну, все знают, что если хочешь быстрое и качественно, надо заплатить денег. И нецелесообразно ли будет предлагать профсоюзам именно заставлять работодателя заключать договор о ДМС? У Александра Владимировича я хотел только спросить источники, в которых вот написано положительность рабочего времени в часах по разным странам. Источники какие? В смысле, за жизнь или за год? Ну, за год. Ну, и, соответственно, там, за всю рабочую карьеру. Значит, за год это есть во всех статистических данных можете найти. То есть, это Росстат? У нас Росстат, а у них вот организация экономического сотрудничества и развития, статистика. То есть, отработанное время расчет на вы заняты. А что касается трудовой жизни, никто никогда не считал, кроме вот нас. Мы посчитали. Взяли трудовую жизнь в определенный период, посмотрели, как меняются года, сложили. Потом для другой возрастной какого-то сложили. Это уже расчеты в статье проделанных. Понятно. Ну, и, как бы, последний вопрос. Ну, это, наверное, больше вопрос для комитета рабочих. Ну, просто, чтобы, слышали, все, вот, интересует вопрос. Ну, не только меня лично, но, наверное, всех работников, кто собирается организовывать борьбу профсоюзную на предприятиях, организационные формы первичных профсоюзных организаций, в том числе в условии децентрализации производства. Вот я так обозвал этот вопрос. То есть, сюда включается, имеется в виду, в каких формах, как организовать первичную профсоюзную организацию так, чтобы она эффективно работала. Ну, и, соответственно, с самого начала ее организации и вплоть до того, как она собирает более половины работников и приступит к какими-то уже коллективным переговорам. Потому что по коллективным переговорам, ну, уже вот, литература есть, ну, а организация, профсоюзная организация, в принципе, там ничего сложного. Три человека собрались, протоколы все есть. А вот середина между этими двумя событиями, вот, непонятно, что делать. Спасибо большое. Можно я сразу заключить? Значит, действительно, вопрос этот, вот, чем часто отличается наука от обыденного сознания. Обыденном сознании, кажется, вот сократили, я могу привести более жесткий пример, чем то, что вы привели. Вы привели хороший пример очень, и вопрос очень правильный. Вот, Невиномысский азот, это крупнейшее предприятие Юга России. 8 тысяч человек в 2002 году. Сейчас меньше трех. Объем производства увеличен. Новое производство открыто меламина. В России не было производства меламина. В Армении только было, старое производство, 50 тысяч тонн меламина производят сейчас. Обновляются там и так далее. Хотя и старья хватает еще на мяках, на производство мяков. Представьте себе, 8 тысяч и 3 тысячи. И, притом, не хватает сварщиков. Элементарно, для ремонта нужны сварщики. Это понятно совершенно. Из бригад ремонтных нескольких осталось там несколько человек. Женщина, которая предпенсионного возраста, и мужчина-пенсионер. Это не дефицит? Это уже дефицит. Но важно что понять? Что есть производство, которое у Маркса это очень четко написано. Производство, которое воспроизводится в простой форме. То есть в том же объеме, как у нас сейчас 10 лет. То же самое практически, без увеличения. Есть производство расширенное. Когда значительная часть прибавочной стоимости, ну или ее форму прибыли, направляется снова в развитие производства. Тогда производство расширяется. И так вообще-то миссия капитализма это всемирное развитие производительных сил. То есть средств производства и рабочей силы. Если брать вот ту ситуацию, которая у нас с искусственно поджатым оборотом финансов, с искусственно зажатым кредитом, когда по рекомендации МВФ и вот эта компрадорская буржуазия сейчас просто побеждает, вот эту буржуазию отечественную в этом смысле, тогда, конечно, дефицит решается очень просто. Сокращениями, сокращениями, сокращениями. Что такое сокращение, которое вы привели в пример? Это, вернее, что такое рост производительности, которую вы назвали? Это не рост производительности. Это увеличение интенсивности труда. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Рост производительности, новую технику вам поставили, и вы один делаете в 10 раз больше, чем делало, допустим, 10 человек, которые работали раньше. Новый прокатный стан, новая техника, на которой вы работаете. Вот она, рост производительности. То есть ваши усилия физические при этом не возрастают. Возрастает роль интеллекта, подготовленности, образованности, умений, навыков, развитости работника. Это рост производительности. То, что на невиномыском азоте в том числе, то, что вы приводите, я уверен, там на 90% это рост интенсивности. То есть когда надо быстрее бегать, когда надо чаще работать, чаще одно и то же делать. То, что конвейер заставлял делать, то есть вот принудительно заставляет. Ты не успеваешь, все. Сейчас на конвейерах уже часто кнопки поставили, конвейеры изменились. Растет при этом производительность труда. Это то, что означает при изменении средств производства, улучшение, совершенствование. А интенсивность, она как раз уменьшает срок продолжительности жизни человека. Если человек мешки таскает и поставили норму, как докером пытались поставить, в три раза больше, ну год он может быть так сработает. Все. Дальше у него полный износ организма, инвалид. Это не рост производительности. То есть мы должны различать с вами, вот на научной конференции, как раз хорошо, что мы это обсуждаем. Рост интенсивности труда, правда, еще должны бороться четко профсоюзы. Это однозначно, это ухудшение условий труда кошмарное. Это один из самых важных факторов по травматизации и сокращению жизни человека. И рост производительности, за что профсоюзы должны выступать, но одновременно, как делают западные профсоюзы в том числе, они ставят задачи по тому, чтобы это не приводило к сокращению работников. То есть находили новые производства, развивались. Следовательно, дефицит, прежде всего, рабочей силы, наступает при нормальном развитии того же капитализма. То есть когда расширенное производство. Почему идут в Китай? Вопрос был правильный. Почему в Китай идут, аж бегом, в коммунистический Китай, бегут капиталисты, миллиарды, миллиарды вкладывают. Разоряют свои страны в этом смысле, Детройт уже там полудохлый. Почему? Да потому что там есть рабочая сила. И можно поставить завод. Пробуйте поставить завод теперь в городе Ставрополь. Там пытаются создать завод какой-то, кстати, китайский, сборочный. Наверное, китайцы будут привозить, чтобы собирали. Но нет в городе Ставрополь людей, которые пойдут на работу на конвейер сейчас. Да, логерами, блогерами, еще кем-то, пожалуйста, с удовольствием. Но пойти рабочим, это очень, это тяжелый труд. Это надо решиться. И действительно дефицит рабочей силы. Это любое производство начать. Вот спросите у предпринимателя, который хочет производство. Какое-то производство, даже небольшое открыть. Он не может найти рабочих. Четкий параметр, четкий, вернее, показатель того, что рабочей силы не хватает. Получили военные заводы заказы. Серьезные, мощные заказы. Ну, по ряду деятельности, да. По кораблестроению в Ленинграде. И что? Где сварщики, которые умеют варить вот эту сталь на кораблистерических предприятиях? Их мало. Заработная плата, объявление, ну, не то что объявление, 100-120 тысяч рублей уже назначают заработную плату. Раньше такого не видано было. То есть, приди только. Вот тут на сварщик нужен. Не просто сварщик, который прошел курсы. А тот сварщик, который несколько лет работал на этом и умеет это делать. Это тот и умеет на автоматах соответствующих работать. Умеет работать как там, я не специалист в этом деле, но умеет работать под аргоном там или еще чем-то. То есть, уметь это делать надо. Вот таких вот о каком дефиците. Не о дефиците тех, кто кому сейчас пригонят из Средней Азии полурабов, которые спят в вагончиках и строят дома для москвичей. Или тех, кто станет москвичами. Этого дефицита особенно нет. А вот дефицит квалифицированной рабочей силы в России наблюдается постоянно сейчас. Потому что нет плана, вот сколько сейчас по разным оценкам в России сейчас от 50 до 70 процентов производства государственной собственности. Ну, казалось бы, госкапитализм, да? Ну, примерно, соревнуемся с Белоруссией в этом отношении. Катя, в Австрии тоже около 50 процентов. Государственной собственности. Что нужно, если государственная собственность есть вот эта единая? В Ростехе сколько предприятий? Сотни со всех сторон покидали в этот Ростех. Чего нет? Нет плана развития. Ведь это одна собственность, государственная. Вы говорите частная собственность? Да, есть частная собственность. И государственная собственность тоже частная собственность. Кого? Класса капиталистов только, да? Всего класса капиталистов. Это государственная собственность. Она тоже частная в этом смысле. Не общественная, как при коммунизме и социализме. Вот эта государственная собственность должна иметь план или нет, если это единое? У капиталистов, корпораций, у Боинга, у каких-то компаний, Кока-Колы, еще кого-то, есть план стратегического развития или нет? Нет. Назовите мне хоть одну компанию, Samsung, еще что-то, у которой нет стратегического плана развития. Стратегического, а потом развернутого по пятилетиям, потом по годам, потом по кварталам, по дням. У всех есть. Почему российская буржуазия настолько ленива, настолько себя не защищает, а ей грозит смертельная опасность от империалистической буржуазии? Нет, я просто удивлюсь. Нет, так вот, вот к чему я веду? Как только этот план должен быть для того, чтобы было развитие... А в чем здесь интерес рабочего класса? В том, чтобы было развитие производства. Развитие производства приведет к увеличению численности и качества рабочего класса. То есть, профсоюзу тоже должно быть в этом заинтересовано, в развитии производства. Более заинтересованы, чем в капиталисты. Поэтому дефицит в этом отношении, он действительно есть. При всех сокращениях. В этом-то и диалектика состоит. То есть, безработица наряду с дефицитом. Да. Это называется структурная безработица. Структурный дефицит. Кто бы хотел еще выставить? Пожалуйста. А, вопрос. Может быть, я отвечу? А, да. А, выставить нет? Ну, раз уж, так сказать. Я сейчас отвечу тогда. Ну, во-первых, по травматизм, Сергей Александрович, совершенно справедливо вы заметили, что второй пик травматизма, это среди опытных рабочих. Но это то же самое, что и с водителями, в принципе, наблюдаются. Да, два пика. Только если для начинающих водителей характерны мелкие аварии, так сказать, то для водителей опытных через 10 лет это, как раз, крупные аварии с плачевными последствиями для самого водителя и для других. И вот этот момент, вот это и есть опасное поведение на производстве, которое является одной из причин сверхсмертности работоспособного населения, прежде всего, мужского в России. И на эту проблему, безусловно, профсоюзы должны обращать самое пристальное внимание. К сожалению, здесь сейчас надежды на институт, так сказать, на инженеров по охране, на службу охраны труда, которые одно время вообще, так сказать, пытались убрать, да, с предприятий. Значит, сейчас, во всяком случае, предприятий с небольшой численностью. Сейчас она есть, но нанимателем, кто является у инженера по охране труда? Нанимателем является собственник или представитель собственника. Поэтому, соответственно, в первую очередь он защищает интересы не работников, а интересы собственников и, так сказать, его представителей администрации. Конечно, естественно, что и травматизм, и профзаболевания, тем более летальные какие-то случаи на производстве, они не красят, так сказать, работодатели, они не добавляют ему очков. Все, что он, так сказать, преференции, которые он получил по Сауд, все у него слетит, естественно, да, если там это будет. Но, тем не менее, значит, да, и работодателям, кстати сказать, даны с этого года расширенные права, ну, нанимателям, да, правильно, это у нас все время критикуют, что мы говорим работодатели. Это по российской, да, ну, вообще в трудовом кодексе так называется, да, мы понимаем, что политэкономические, они наниматели, а не работодатели. Так вот, даны расширенные возможности контроля за исполнением требований охраны труда на производстве, в том числе и документация, то есть это видеозапись, это фотофиксация, соответственно, сейчас, правда, это используется в основном для того, чтобы отобрать еще больше работников, то есть оштрафовать их там дополнительно, недоплатить и так далее. Тем не менее, здесь это служит и определенным дисциплинирующим фактором. Все-таки средства индивидуальной защиты должны быть надеты, они должны применяться, а не просто где-то пылиться в углу, так сказать, если человек считает, что он может без них обойтись. Вот, что касается сокращения численности работников в связи с повышением производительности труда, то пример развитых стран говорит о том, что такое сокращение идет там, где профсоюзы этому не противодействуют, там, где профсоюзы сильны и противодействуют, сокращение не идет или идет значительно меньшими темпами. Пример, опять-таки, соседняя Финляндия, ну, соседняя для Петербурга, для России сначала. Да, значит, объединение профсоюзов Финляндии проводило большой опрос, обзванивало своих членов и спрашивало, были ли какие-то нововведения, так сказать, за последние, за срок их работы. И оказалось, что на большинстве рабочих мест действительно произошли значительные изменения, то есть там люди начинали, ну, вот пример, в лесопромышленности. Начинал человек работать на бензопиле, а сейчас он работает в современном комбайне, который, так сказать, сидит фактически как в офисе, в кабине с вентиляцией, со всеми делами и, так сказать, управляет манипуляторами, которые вот это дерево делают. То есть и производительность труда выросла значительно, и условия труда изменились, но при этом большинство опросных не отметили, что количество занятых вокруг них сократилось. Отметили, что такое сокращение не произошло. И интересный еще момент, который этот опрос выяснил, что там, где люди работают в благоприятных условиях труда, они легче воспринимают и адаптируются к изменениям в производственном процессе, к внедрению новой техники. Значительно больше. Там, где люди работают исходно в плохих условиях, они воспринимают все нововведения, все внедрение новой техники в штыки, как правило, считая, что это только ухудшит их положение. Это то, что касается травматизма. Что касается медицинского обслуживания. Уже в 60-е годы прошлого века стало очевидным, да, и прежде всего очевидным в результате успехов советского здравоохранения, что наилучшая модель здравоохранения, а это та модель, у которой лучше всего соотношение между затратами и качеством, а качеством это состояние здоровья и продолжительной жизни. Так вот, наилучшая модель, которая обеспечивает наилучшее качество здоровья и продолжительной жизни, это бюджетная система здравоохранения. После чего передовые капиталистические страны, такие как Англия, например, они взяли на вооружение и перешли на бюджетную систему здравоохранения. То есть, эта модель, она не обеспечивает всем, так сказать, естественно, процветание и полное, так сказать, исполнение всех прихотей, но, тем не менее, она дает наилучшие показатели здоровья. Обратный пример – это Соединенные Штаты Америки, где расходы колоссальные на здравоохранение, но значительная часть населения вообще не охвачена никакой страховкой, ничем. То есть, они могут получить только неотложную помощь, все остальное могут получить за деньги. Результаты сегодня я приводил. Это более низкие показатели продолжительности жизни, чем в странах с меньшим уровнем расходов на здравоохранение, но с лучшим распределением, с лучшей системой. Поэтому бюджет, да, так сказать, лучшим вариантом был бы возврат к бюджетной системе здравоохранения, но с учетом, естественно, тех недостатков, которые были в ней, а именно, она не должна быть слишком широк. То есть, бюджетная система здравоохранения предусматривает работу по желанию клиента. Она предусматривает работу по клинико-экономическим стандартам в зависимости от действительной потребности человека. Если у него есть потребность, услуга оказывается. Нет потребности – не оказывается. У нас сейчас даже в условиях обязательного медицинского страхования и то, так сказать, пожелание человека, да, если он ему что-то отказывает, даже если ему это не показывают, он пишет жалобы, ему это предоставляют. Вот в бюджетной системе такого нет и быть не может. Так, значит, иначе она просто, иначе бюджет будет настолько разрастется настолько, что никакая экономика его не покроет. А медицина может проголодить любые деньги. Значит, что у нас было сделано? Отказ от бюджетной системы, переход к системе обязательного медицинского страхования, так называемой. То есть, между бюджетом и здравоохранением поставили прокладку в виде страховых компаний, которые и забирают себе, так сказать, львиную долю тех денег, которые сейчас идут в здравоохранение. Что такое обязательное медицинское страхование в наших условиях? И кто, собственно говоря, получает помощь из системы непосредственно, из денег, которые поступают в обязательное медицинское страхование? Это застрахованные работающие. То есть, те граждане, которые заняты в экономике. Все остальные получают из бюджета, но опять-таки деньги пропускаются через те же самые страховые компании. Совсем вытекающими последствиями. То, что вы предлагаете, ставите вопрос, это еще одна прокладка добровольного медицинского страхования. Потому что деньги, которые будут отнесены в эту компанию, будут ей освоены. Далее, сейчас, в настоящее время, большинство пациентов под добровольным медицинским страхованием обслуживаются в тех же самых государственных клиниках. Теми же самыми врачами, на том же самом оборудовании, правда, приобретенным, да, за государственный счет. С теми же самыми медикаментами. Ну, медикаменты закупаются, да, по этим ничего не могу сказать. То есть, на самом деле, в общем-то, договоры дополнительного медицинского страхования для работника ничего не дают. Потому что он попадет в те же самые условия. Тем более, что страховки для рядовых работников, как правило, недорогие. Покрывают, ну, минимум услуг, а чаще всего покрывают только комфортные условия пребывания. Там отдельная палата, еще что-нибудь, телевизор в палате и так далее. Все лечение остальное он получит за счет ОМС и в том же объеме. Поэтому, если работодатель, наниматель, да, или профсоюз хочет действительно как-то улучшить, так сказать, медицинское обслуживание, он должен заключать прямые договора с медицинским учреждением, где оговаривать тот объем услуг, который будет оказан. Тот же самый профосмотр, допустим, необычный, там, углубленный, да, предусмотреть там консультации, лечение и так далее. То есть, по прямым договорам, значит, вот эти деньги действительно могут как-то помочь работникам получить более качественное обслуживание. Ну, а в целом, конечно, надо возвращаться к бюджетной системе как наиболее эффективной. Спасибо. Федина Андрея Анатольевич, город Королев. В общем, прекрасно, например, доклады выслушали. Из-за них стоило ехать в Нижний. Так, я еще хотел, вот просто мне любопытно, вы меня поддержите или нет. Вот мне кажется, вот по поводу пенсионной реформы, что я сейчас просто знаю уже людей, которые уже за 40 лет и не могут найти работу. И много таких людей бегают, причем в Московской области, под Москвой буквально. А они в силу уже или здоровья какого-то, так как где-то работают тяжело, или в силу своей... То, что женщина не может грузить за 10-15 тысяч где-то в палатки, в магазине, что-то такое. За любые копейки-то можно найти работу, нет. А люди не ставят ли вообще, не делают из них таких экономических преступников, которые до 65-ти, вы скажете, не работали, отчислений не было, еще чего-то. И на них какие-нибудь еще потом и санкции возложат, возможно. Не знаю, вот, может быть. А у нас последние вообще годы все время из людей делают преступников. Создают условия, невозможные практически, которые выдержать, платить налоги за что-то, где-то регистрироваться, как-то нормально работать, оплачивать. И люди занимаются практически выживанием ежедневным таким. Практически, можно сказать, у нас все люди преступники практически какие-то экономические. Где-то что-то недоплачивают, не уплачивают. И не в силу того, что он миллионер. Вот есть такие люди, тоже я слышал, что лень заплатить за что-то, за квартиру, и бывает, там судятся даже. А из-за того, что людям есть нечего просто. Такой вот казус. Может, люди пока доживут до своей пенсии, им еще обещают большую пенсию, а им, может быть, еще и меньшую сделать, потому что у вас неполный рабочий стаж. И инфляция съест. И инфляция съест, плюс еще, оказывается, ненабросовестные платежи. Анатолий Тович, вы решили раскрыть потенциал пенсионный ремонт. Такие проекты есть. Понятно. Я не сомневаюсь, что он без границ. И, короче, инфляция съедает, и рабочих увольняет. Здесь столько было, в принципе, сказано. Ну, ты человек говорил, кто первый будет организовывать движение, профсоюзные предприятия. Или это что, кто-то боится за свою работу или еще чего. Не знаю, мне кажется, люди уже должны сегодня бояться за то, чтобы потерять свою работу от своих собственных бездействий. Потому что уже, как забыл с 85-го, когда Рыбачев сказал, давайте затянем пояски. Нам это говорят каждый день, практически до сих пор, каждый год. И люди все затягивают, затягивают пояса. И все говорят, давайте поработаем, поработаем, поработаем. Такое ощущение, что люди уже не просто у нас рабочие какие-то российские терминаторы. Им каждый год объясняют, что нужно еще больше поработать. Я не говорю уже локально, что на работе. Мне лично, например, постоянно говорят, надо задержаться или еще что-нибудь. Ты сегодня задержишься. Если он сказал, что меня не будет, у меня что-то звонки сработают. Я не знаю, в чем там проблема. И самое страшное лично для меня, мы будем не участвовать в политическом борьбе. Я считаю, люди просто должны это как-то усвоить. Я даже, например, а мы, в свою очередь, и научно-практическими конференциями, и литературой своей, постоянно это для людей доносить, доносить, доносить. Я даже вот просто наблюдаю человека одного в гаражах, он там, может быть, немножко неправильный, или как вот, товарищ Дегтябрь выражался, рискованный образ жизни ведет. Его газеты наши дают тоже. Я сначала ромахал рукой, и все это чушь. Все отвергал вообще абсолютно. Сейчас как-то уже разговор клеится, он уже какие-то вещи говорит. И о понятии рабочей силы, и о стоимости, и зарплаты. То раньше ему все кто-то должен был, а сейчас как бы понимают, что никто ничего не должен. Теперь он должен быть. Нет, ну я хочу сказать, что вот, в принципе, постоянное биение в одно место, а с одним и тем же калибром тоже, как-то вот на человека у меня на глазах немножко действует. Конечно, жалко, что очень долго так зрели ситуации, у нас такая вот рабочая, и так сильно как-то в себе все замкнуты, в своих собственных личных проблемах, и не могут до сих пор понять того, что они все свои проблемы могут решить только решая общественные проблемы. И пока мы не включимся все в общественный процесс, ничего личного не получится. Некоторые машут рукой, говорят, да я бьюсь, я воюю, где ты борешься? Ну вот с ЖЭКом, то есть, ну какое-то смешно. Ну вот выиграл даже суд, говорит, какой-то. Ну выиграл суд, сегодня сменили название, это жилищная компания там какая-то, и все началось сначала. И эти суды выиграют всю жизнь невозможно. И человек не для того родился, чтобы всю жизнь судиться, или всю жизнь быть обманутым, ограбленным. Потому ограбление прекратится только тогда, когда люди начнут сопротивляться этому ограблению. Думаю, эта мысль должна как-то глубоко проникнуть всему рабочему, трудящемуся классу в голову. И все должны осознать, если кто-то боится там профсоюзными делами, заниматься, есть партии, в партии очень много работы я делаю. И надо как-то завязывать с этим беспартийным искудаумием, я так думаю просто. Маханием рукой и все. Люди машут сами на себя рукой, когда раздаешь газеты, ага, все то же самое. А некоторые говорят, на винтовки нам давать или булыжники. Какие тебе булыжники? Ты же всех перестреляешь. Нельзя вам никакие не булыжники, а винтовки. Я говорю, сначала говорю, мозги должны появиться. Я так отвечаю. Но если мы вместе ни о чем еще не договорились, у нас нет какого-то единого плана. Мы не в одной партии. Если у нас нет профсоюза, нельзя людям ничего давать, кроме газет. Тяжелее газет, ничего давать нельзя. Да, нельзя. Учиться, учиться, учиться. Рабочему классу тоже. Я организовываю. Смотрите, огромная сила, 72 миллиона трудящихся у нас, послуженного населения. 27 миллионов рабочих. 27 миллионов рабочих. Это огромная сила. Но наша сила в организации. Тоже немало. Только в организации мы можем сделать все, что угодно. Так что в этом направлении надо работать. В 17-м другом ошибки. Дорогие товарищи, я думаю, что Андрей Акнович ему такую ноту задал. Что, конечно, бедствия неисчислимые. Замыслы у них самые грязные, самые грозные. И всему этому можно положить конец. Только одним. Сначала уменьшить, потом положить конец. Сознательной, организованной борьбой рабочего класса за свои интересы. А в чем эти интересы стоят? Сегодня тоже об этом говорилось. И в сокращении рабочего дня. И в улучшении условий труда. Потому что как рабочий день не сокращают, все равно это основная сфера жизни человека. Работа, труд. И она, эта жизнь, должна проходить в человеческих условиях. Да. И в увеличении свободного времени, как времени и для образования, и для развития, и для борьбы. Я вам, товарищ Самару, тоже поставил очень интересный вопрос, который мы все время разбираем, и просваиваем. Что же должно вперед идти? Мы должны бедиться за зарплату, это вроде важнее. Или за сокращение рабочего дня. Ну вот вопрос такой, что, конечно, зарплата очень важна. Но вы тогда сумеете повысить зарплату и добиться повышения, когда у вас будет время для организации. Поэтому всегда работники рассматривали, и их партии рассматривали сокращение рабочего дня, как предварительное условие освобождения. Да и улучшение жизни. Улучшение жизни и освобождение. Хотите жить лучше, но сначала организуйтесь коллективными действиями, о чем сегодня говорили. А как коллективными действиями, в коллективные действиях осуществлять и организовываться, если у вас нет для этого времени. Если вы к 8 часам, то еще плюс 3. И все так. И когда вы будете организовываться, вот тогда и получается, что каждый вкнулся в свое. Потому что уже физически, материально нет возможности для коллективной совместной борьбы. Поэтому вот не случайно мы пришли к тому, с чего начиналось рабочее движение. Я еще раз говорю, что какой был уровень зарплаты, мы не знаем. А какой рабочий день был, он фиксируется. Из-за него верить по всей стране. Вот мы сейчас к этому тоже приходим. Зарплаты по-разному. Вот мы говорим у докеров замечательные зарплаты. Да, по зарплате они решили значительные зарплаты. Ну и диспетчеры по зарплате решили. А тем не менее, почему же у них возраст выход на пенсию, там 45-50. Это значит какая трудовая нагрузка. Так значит смены-то может быть не такие должны быть, а в 2 раза меньше, чтобы они нормально жили. Потому что после пенсии, это мы знаем, это на самом деле не сбережение жизни. У вас сократили и вашу трудовой стаж, и пенсию вашу тоже, и пенсионную жизнь вашу тоже сократили. Она вместе сократилась с этим. Что они долго живут, что это? Долгожители? Ничего подобного. Так же шахтеры. Так что это вот требование, которое, видимо, становится главным, ключевым, и об этом мы не раз говорили. Не раз говорили, и вот, так сказать, еще раз к этому можно вернуться, еще раз продумать, еще раз осмыслить. Осмыслить какие-то аргументы, которые, потому что вы не случайно задали этот вопрос. Вы подходите, и вам говорят, да что, какой тут рабочий день нам деньги нужны? А что, вот, Константин Александрович звонили из Санкт-Петербурга, да, с того же завода, корабельного. И действительно, так уже сокращали. В свое время сокращали, и дали возможность идти, радуясь, что у нас меньше издержки, и заказы. Сейчас заказы есть. А уже новых нет, работников, молодых, а пожилые вот такие на них. И вон дефицит, потому что вы выйти будете дальше. Почему вдруг у нас все сокращалось? Нет, пожилые не уходили, а новые не приходили. Из бассейна вытекали, со смертью, все равно, когда-то наступает, а в новые-то не втекала вода. Вот, поэтому, беда вообще с рабочим классом, с производством. Вот в таких ответственных участках. А на разнорабочие, конечно, их пригнали, правильно здесь говорили. Но разве они решат проблему развития отечественного производства, как самостоятельного производства? И решат проблему создания материальной вазы для диктатуры полетариата в России. Он же опирается на фабрично-заводской полетариат, а не копатель и канав. Да, так далее. Пожалуйста, разрешите тогда ознакомить вас с проектом рекомендаций и поставить вопрос принципиально. Можно ли вы принять за основу? Вынимите. Рекомендации Международной научно-практической конференции «Пенсионная реформа и борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников». Происходивший в последние два десятилетия рост в поседневной трудовой нагрузке российских работников путем удлинения рабочих смен, расширения практики сверхурочной работы и работы в выходные дни и так далее, стал фактором ухудшения здоровья работников, сокращения продолжительности их жизни. При таких условиях повышение законодательно установленного возраста выхода на пенсию существенно ухудшит положение российских трудящихся. До подобной реформы работники, достигая возраста 60 лет, а работницы 55 лет, могли по желанию, по состоянию здоровья оставить работу или трудиться менее интенсивно. Повышение пенсионного возраста, уничтожив такую возможность, дополнительно приведет к преждевременной смерти миллионов людей. Сохранение жизни российских работников и увеличение ее продолжительности. Требует их активных коллективных действий, организованных профсоюзами. Необходимо добиваться улучшения условий труда и повышения реального содержания заработной платы с перспективой достижения уровня стоимости рабочей силы. Основанием сохранения здоровья работников, активизации борьбы за улучшение их положения, включая увеличение продолжительности жизни, является сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы. Конференция рекомендует научным работникам раскрывать необходимость и пути сокращения рабочего дня до 6 часов и менее часов без понижения заработной платы для развития работников. Обосновывать позитивные влияния такого сокращения на повышение производительности труда, рост численности населения и увеличение продолжительности жизни. Систематически рассчитывать динамику трудового стажа работников, измеряемого не только в годах, но и в общем количестве часов, отрабатываемых за трудовую жизнь. Ну, Сергей Александрович, о чем вы сказали? Ну, ничего, ну, один посчитали, надо регулярно делать, и многим. Партия рабочего класса Сделать задачу сокращения рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы Основной в борьбе за коренные интересы рабочего класса в современных условиях Разъяснять связь такой борьбы с увеличением продолжительности жизни работников Профсоюзом Добиваться принятия коллективных договоров, содержащих меры по сокращению рабочего дня И улучшению других условий труда Вводить 6-часовой рабочий день путем проведения забастовок В форме уменьшения продолжительности рабочего дня Используя конституционные права на забастовку Статья 37 Конституции Российской Федерации И дальше еще Михаил Васильевич Попов, консультант, предложил ссылку на трудовой кодекс Который мы тоже включим, там есть соответствующие статьи Вот такой проект Значит, предлагается принять его за основу Я понимаю, что в деталях мы их сегодня не будем обсуждать, да это и не принято Кто за участник конференции? Спасибо Насколько я понял Кто против, кто воздержался? Значит, принято единогласно Уважаемые товарищи, мы завершили сегодня работу нашей конференции Как видите, сегодня больше выступали представители науки Представители рабочего класса Больше смотрели, слушали, сдали вопросы, проверяли Это мы знаем, потому что завтра мы поменяемся местами, ролями Завтра будут выступать представители рабочего класса в первую очередь Мы будем там сидеть и при случае там как-то тоже какие-то вопросы сдавать И что-то пояснять, если понадобится Наша конференция подошла к концу Как вы знаете, всегда материалы будут подготовлены к публикации И они будут включать не только сегодняшние доклады и выступления Они будут включать и завтрашние выступления Потому что у нас тематика сквозная Они будут опубликованы и тем самым доверены до общественности Научный, профсоюзный, рабочий Поможет глубже понять, что же надо делать И поможет освоить опыт этой борьбы Я вас, так сказать, поздравляю с успешной работой И завершением работы этой конференции И приглашаю на следующий Который состоится через год, в октябре 2019 То есть единственный вопрос, это какое число В начиную пятницу То есть во вторую или в третью пятницу Октября месяца Прошу, товарищи, записать себе календари И постараться приехать, чтобы снова Обсудить, высказать свои соображения Обдумать самые главные вопросы Стоящие перед рабочим классом профсоюзного движения Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ